еще раз всем шалом да спасибо вам сегодня у нас много работы с вами почему потому что через во-первых сегодня праздник кроме недельной главы традиционно мы поговорим о сегодняшнем празднику какой сегодня знаете шоу да и йорушалайм 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 не тора тора будет через неделю через неделю сегодня деньги и русалим а через неделю ровно тоже бьем решен да будет праздник шаву от праздник дарования тоже и поэтому у нас не будет занятий потому что как вы знаете когда идет праздник бьем том нельзя пользоваться электроприборами нельзя включать компьютер и поэтому у нас вы будете выходной у вас пути день но это не говорит о том что не надо учить тору как раз в этот день нужно у тору учить даже больше чем в любой другой вот но это вы там уже организуете до цена боги и там как это для вас уже организуют на месте я к сожалению не могу потому что это нельзя включать прибор поэтому занятия не будет у вас каникулы выходной но летом как-то будем продолжать потому что тору нужно изучать постоянно каникулы на выходных какие-то вот перерывы могут быть небольшие но не на целое лето забросили на каникулы и поэтому сегодня мы поговорим немного о недельной главе поговорим о сегодняшнем празднике дать не иерусалима и поговорим о празднике живот который будет через неделю да будет много интересного материала и надеюсь все успеем так вот давайте начнем с нашей недельной главы сейчас еще как обычно спрашиваю как она называется да какую главу вчера слышали какую вчера бэхукатай бэхукатай да бэхукатай это это законы законов всевышнего снова на иврите да вот и глава очень такая немножко даже строгая страшно там рассказывается что будет соблюдать хороший положительный аспект да тогда будет материальное благополучие будет мир и покой на земле да если кто-то будет описывается бед которые постигнут если нарушать мою со всеми да 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 всем шалом кто присоединился микрофона лучше прикрыть но когда я спрашиваю лучше немножко надо вот потому что конечно мне хотелось бы шумка если не надо чтобы слышали все давно общаться с вами на ой вот самые молодые так и вот такая вот строгая и в конце главы очень такие интересные расчет стоимости различных даров о том как отделять десятину до полностью дается инструкция и как приносить приносить какие-то материальные какую-то давать давать стаку материальную и и говорится и дам вам мир на земле и когда ляжки ничто вас не потревожит сейчас у нас такая ситуация очень многие страхи и тревоги и вот как раз исцелиться от этих страхов поможет иерусалим да и вот это наша следующая тема мы сразу перейдем к иерусалиму но сначала тоже дам вам ролик и мы повторим о чем наша глава как обычно какие о чем там говорится но к сожалению постараемся сегодня немножко более сжато побыстрее нам совсем вызоваться потому что очень много интересного я удостоилась три года жить иерусалиме показать фотографии мои личные которые я тогда там делала очень-очень много интересного сказать но сначала давайте разберемся с нашей недельной главой как обычно делюсь с вами экраном и мы посмотрим нидельная глава торы если весь еврейский народ будет с усердием изучать тору и придерживаться ее законом у нас ожидают самые дивные благословения плодоносные дожди подходящее время земля будет плодородной а урожай обильный молодьба будет продолжаться до тех пор пока не наступит время спора винограда а сбор винограда будет продолжаться до тех пор пока не наступит время сеять и будете есть свой хлеб досыта и будете жить спокойно в вашей стране и размножу вас всевышний сделает наш народ многочисленным как звезды в небе и как песчинки на земле он благословит семьи детьми и счастливые родители будут радоваться детям и установлю я свою обитель среди вас всевышний обещает я отстрою в иерусалиме храм и буду в нем присутствовать изучая тору мы встречаем беды и болезнь и конечно мы чувствуем боль читая о несчастье которые приключились нашим народом когда в синагоге читают о наказаниях за отступление от торы то читают необычайно тихим голосом почти шопотом но несмотря на то что читают эту главу едва слышно мы вслушиваемся в каждое слово ведь нельзя ничего пропустить читая тору важно помнить что всевышний это наш любящий отец он желает нам добра и если приходится кого-то наказывать делает это из любви и хотя наказание за отступничество от торы тяжелы мы надеемся что сможем избежать их ведь мы уже знаем за что следует наказание и постараемся этого не делать а еще мы надеемся что за наше поведение удостоимся только благословений а теперь вопросы вы ведь внимательно слушали каких благословений связанных с урожаем удостоится наш народ если будет исполняться законы торы будет очень большой урожай да правильно даже будут успевать его собирать каким многочисленным будет наш народ как звезды на небе наказание за отступление от торы ну их читают тихо да не так как-то в разных синагогах по-разному быть и читать тихо да так хорошо да так все вот повторили о чем это глава и переходим тогда иерусалиму говоря может быть вернемся все вместе три в одну как говорится и иерусалим это совершенно особое место это считать такой как но говорит таким современным языком как ворота который нас соединяется всевышний портал фантастический вот и нам это очень это святой город и говорит говорится что мы должны просить мира вершалами спокойно будут любящие тебя и здесь как бы чувство немножко по-другому он обретает душевное спокойствие откуда идет это душевное спокойствие от близости ко всевышним что он дает душевное спокойствие потому что всевышний говорит что я поставлю обиталище мое среди вас отстроенный иерусалим получил это благословение что он добраху он дает внутренний мир и вот само название иерусалим до шалом город мира вот и что в нем такого да что именно в нем пребывает мир и спокойствие на хотя в современном вирусале совершенно другие вещи творятся теракты конфликты с арабами вот и голод город действительно полон напряжение там прожила три года это напряжение висит воздух чувствуется ненависть на арабах к евреям идешь по городу чувствуешь как на тебя с такой ненавистью смокрой очень-то очень тяжело очень сложно вот и им как бы как как бочка с порохом уже уживаться с врагами но тем не менее чувствуешь себя в этом городе совершенно по-особому потому что криво что это это врата небес да и мы должны молиться иерусалиму о мире иерусалима любить его и постоянно вспоминать иерусалим так как наше духовное сердце как бы немножко сложно понять почему да но тем не менее очень это вот это как духовный центр духовный центр нашего земного мира и не только духовного что само слово иерусалима это двойственное число окончания как бы из двух половинок название один один духовный иерусалим 2 это земной и вот эта связь духовного и связь земного и поэтому мы носим иерусалим сердце очень сложно до забыть этот город вот видите разница между тишиной сосредоточенность еврейского мира мы сосредоточена на изучение мир который далек от этого свои проблемы чувствуется огромная разница огромная разница и мы действительно получили эту браху получили это благословение нам и вот гидаром мы говорим в нашей ежедневной молитве да как амазон после еды что если я забуду тебя я расшиваю пусть забудет меня десница моя на потому что если мы помним об этой связи со всевышним да в этом месте где эта связь ощущается вот это тоже наш нас хранит и нас оберегает на так вот игорь я удостоилась удостоилась жизни там прожить три года фактически и я скажу что это были достаточно сложные годы да но очень благословенно очень много хорошего прошло в моей жизни до сих пор как бы мое сердце осталось там я надеюсь будет возможность вернуться сначала я постоянно приезжала потом начался ковид стало невозможным сейчас надеюсь что тоже уже возможность появится и вот я вам хочу показать фотографии которые я сделала вот такие дома из белого камня в ярусалиме арабские районы чередуются с еврейскими есть христианский район в старом городе да там в основном живут армяне и кое-кто из арабов но вообще вот это как раз арабская часть фотографировано это вот еврейская часть еврейская часть естественно более современная благоустроенная вот они как бы перемежаются арабские с еврейскими районами так вот такой вот это еврейская часть вот это я на оливной горе знаменитый да вот этот золотой купол да это вот именно храмовая гора но на которую сейчас очень сложен доступ очень сложен потому что там стоит мусульманское и вот здесь на месте где этот золотой купол будет стоять храм храм обязательно будет не в нашем поколении но храм будет обязательно вот это вот стена плача да знаменитая посмотрим почему это стена плача вот книг нельзя поворачивать я стала за то чтобы сделать фотографию вообще как бы отходим всегда лицом ходим спиной назад и лицом к этой стене нам таков обычай немножко пятимся это тоже еврейский район один из первых районов которые вне стен вот и вот так вот тоже еврейская часть и так дерево деревья украшают видите город совершенно особый совершенно особый совершенно чувствуешь по-особому несмотря несмотря не на всех сложности которые там присутствуют в тель-авиве да как-то спокойнее он более современный более такой еврейский город там небольшая арабская часть да но все равно иерусалим это иерусалим и все кто там удостоился побывать чувствует себя совершенно по-другому и как раз у нас сегодня 28 число месяца и я и я и еврейский народ празднует объединение иерусалима которое произошло седьмого июня шестьдесят седьмого года и с девяносто восьмого года до официальный праздник емки иерусалима иерусалима что после войны сорок восьмом году и провозглашение иерусалима когда израиль был провозглашён началась война сразу как вы знаете да и и иорданцы вошли в иерусалим и не часть иерусалима до 1607 года была под властью иордании под контролем иордании это именно старая восточная часть где находилась храмовая гора и находятся храмы и евреи не могли ходить молиться к стене плача так западность называется а мари до западная стена вот стена плача это арабское название вот и в третий день шестидневной войны в июне шестьдесят седьмого года израильская армия захватила воевала древнюю часть города и вот это был первый раз за тысячи лет когда весь иерусалим стал еврейским стал под контролем израиля и евреи смогли пойти молиться когда это было огромное событие это действительно то что точу чего ждали две тысячи лет и сейчас я вам хочу показать уже такой рассказ о стене плача но так он более такой как как будто бы пришли бы на экскурсию побывали бы и вам бы экскурсовод рассказал очень действительно интересное знаменательное место всем привет 5 минут я лицензированный по израилю сегодня мы поговорим о стене плача стена плача или котель мараби что в переводе саберита означает западная стена на протяжении многих часов является главной но что такое стена плача стена плача это западная часть стены окружавшей площадь в центре которой стоял второй храм весь этот комплекс был построен царем иродом первом веке до нашей эры для его постройки ирод расширил храмовую гору в рамках широкомасштабного строительного проекта согласно еврейской традиции именно на вершине храмовой горы абраам не принес жертв своего сына исаак также считается что на территории комплекса находится краеугольный камень с которого все вышки начался творение мира для получения подходящей инфекции иродопостройки строители должны были создать на вершине горы большое плотно добиться же этого и удалось создать из рыбовых участков заполнение котловин грунтом и камнями строительство системы арка помещения под которыми послужили также хранилища в семьдесятом году в нашей эры рыбы не разрушили нам же сказал евреи называют стены западной стены или просто стены а название стена плача пошло от арабов правивших на этой земле они видели как евреи приходят к стены молиться и оплакивать разрушение храма и прозвали это место так как мы его называем сегодня когда мы говорим о стены плача мы подразумеваем ее открытым участком длиной 57 метров но это не вся стена ее полная длина составляет больше 488 метров высота стены во время второго храма была около 60 метров а сегодня открытым участком ее высота достигает 19 метров так почему же именно западная стена приобретла такую связь в глазах евреев ведь кроме нее от храмовой горы остались и другие стены дело в том что западная стена находилась в мире всех нынешних частях храма в которой по преданию был ковчег жалеба с хранящими землями это помещение называется святая совета чтобы пройти от удовольствий плача по всей ее призме нам необходимо впуститься в подземный тоннель поскольку наземная ее часть скрыта за живые настройки Здесь мы можем увидеть несколько интереснейших археологических уходов, а также самый большой камень западной стены, без которого рассчитывают на 520 годов. Он поистине был. Самое главное место в Танере, конечно же, относится к той точке, где стена была наиболее близка, как седая светильник. Достоверный медвестный порт евреи могут подразумевать плач. Первым правителем, официально разрешившим евреям молитву, тут был Сулейман Великолепный. Пудрецы утверждают, что любой, кто молится на Иерусалиме на этом месте, это как если бы он молился пред кроном славы, ибо здесь расположены брата рая, открыт, чтобы услышать все молитвы. На протяжении веков стена является тем местом, на которое евреи собираются, чтобы выразить благодарных Богу или помолиться на Иерусалиме Всевышнего. Во время правления Британцева Мордана, в первой половине XX века, между евреями и полицейскими веками, предлогом для которых становится деятельность сторон, как правительственная плача. В 1948 году Иорданский регион захватывает Старый Герой. Иерусалим разделен на две части, Иорданскую и Израиль. А стена на 19-е достаёт была власть Иордана. В 1967 году, во время Шестидневной войны, Израиль отвоёвывает в Иерусалим. Стена первый раз после почти двухтысячелетнего перерыва в зону становится израильской. После победы в Шестидневной войне, власти Иерусалима принимают решение об очищении площади перед стеной. Жители Марокканского района расселяют, а их дома сносят. Площадь перед стеной приобретается в виде облики, который нам знаком сегодня. Зона перед стеной имеет статус в синагоге и к ней надлежит относиться к долгу и уважению. Поэтому от мужчин и замужних женщин ожидается, что приближаясь к стене, будут покрывать голову и будут одеты подавающих в оборот. Традиция требует, чтобы, удаляясь от стены, уходящий привелся с дыма вперёд. По субботам в этой зоне разрешено появляться с электронных в оборот, включая фотокамеры, которые нарушают святость с Шаббатом. По этой же причине существует разделение между мужской частью стены и женской, как и в любой синагоге. Самой известной традицией, связанной со стеной, является обычай оставлять статуски между камней, обращённые в Господу. Этой традиции уже более 300 лет и сегодня она популярна, как и в Кабидатах. Ежегодно между камней оставляют свои послания Господу более милые причины. Онлайновые сервисы предлагают просителям возможность послать записки до западной стены посредством электронной почты, пакса, текстовых сообщений и интернет. Посланное таким образом тесно затем распечатывается и вкладывается в стену. Когда стена переполняется записками Робинскими, его помощники извлекают. Поскольку на этих клочках бумаги написано обращение государственных и, соответственно, выбрасывать нельзя ни в коем случае. Их хоронят на евреевском кладбище на москвичной институте. На сегодняшний день, если вам понравилось, поставьте лайки, еще раз вверх, еще не мало. В описании видео. Так, с колоколами, да. Так, хорошо, да? Ну, мы в преслянской стране сейчас, да. И что делать, да? Без колоколов тут не обойтись. Во восхищении. Тут еще в 12 часов дня сирена бывает в памятник Второй мировой войны. Вчера, когда я слышала, испугалась очень сильно. Он думал, что что-то происходит, да. Все, так, теперь тишина. Вот, ну, вот видите, да, о западной стене, как оно, как оно связано. Действительно, совершенно особое место. Слушать, что скорость там быть, молиться, оставляла там записки. Действительно, Всевышний слышит, да. И есть такие онлайн-сервисы, да. Я вам покажу на уроке и так потом, каким образом вы можете тоже сами написать записку. Да, Всевышний, мы ее распечатываем. Это бесплатно абсолютно, да. Просто нужно написать и отправить, да, в соответствии с нормами. Так, вот. И тоже, как бы, хорошо, конечно, лично, да, там, если помолиться. Но, когда нет возможности, нужно сейчас делать не по интернету. Так, вот это вот, что касаемо дня Иерусалима. И сейчас, так как мы еще в процессе подсчета ОМЭРа, да, еще неделю, нам считать ОМЭР, хочу немножко вернуться к тому, вернуться немножко тоже к празднику Лагбаума ОМЭР, да, к радиоакиве и к тем идеям, что необходимо поддерживать друг друга, да, и жить в дружбе. И поэтому мультик из серии «Тайная комната» я вам сегодня выбрала именно на эту тему. Вот, и когда мы эту тему рассмотрим, да, вернемся, вспомним, можем уже идти к шавуоту. Да, мы сегодня, мы смотрим чуть побольше, да, чем обычно, вот, и, вот, потому что, говорится, у нас сегодня много, да, сегодня получаются три темы, так, меньше обсуждаем, больше воспринимаем информацию и смотрим, да. Так, ну, я думаю, вы не скучаете, да, вам интересно, вы не скучаете. Так, теперь «Тайная комната», немножко возвращаемся. И это мой брат, это мой брат Шмельчик. Молодец, молодец, да. Так, хорошо. Так, мультик. Так, наша традиционная «Тайная комната», да. Надеюсь, что вы все видите, да, и вам сразу все запускается. Да, мы все видим. Хорошо. Хорошо. Так, что вы видите, да, и вам сразу все запускается. Хватит тянуть все в рот. Фу, Яша. Понятненько. Заврочем держим в «Тайную комнату». Из Яши мы кубик не вытянем, а из ребенка схожим. А ну, оттай, кубик. Классно. 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 Что происходит? Эка не пускает меня. Не правда. Не правда. О! А вот и мой кубик. А ну-ка, сыграем. Шувачка. Значит, я перебилась на два круга. Только как? Видели, что может моя игра? Не везет мне. Давайте теперь выйдем. Четыре. Смотри, теперь я тоже умею летать. Таня, твои глаза просыплю. Ну вот, всего три очка. А три очка не так уж и плохо. Правда, Дина? Таня, ты прийти. Я сейчас. Таня! Таня! Ура! Ура! Он такой, шуу. Смотри! Ух ты! Уху! Спасибо, Дина! Тебя понравилось. Браво, брат, я всё понял. Если помогать друг другу, то мы движемся быстрее. Сейчас проверим. Хочу передать твой ход, Даня. Даня, а мне нравится твоя игра. Да, моя игра. Ой, наша игра. Так, держи. Шать, брат. О, где это мы? Вы недалеко от вируса. Может, вы видели здесь мою овечку? Включаю овечка-виденье. Ну, читайте, где ваша овечка прятится. А читать-то я не буду. Странно, странно. А вы выглядите взрослым. Впрочем, я тоже вполне взрослый. А читать не умею. Пока нет. Брат, хватит спугать людей. Давайте я почитаю. Камень, песок, дерево, оса. Вот она где. По столу. Даже дети умеют читать. А мне эта наука никак не дает в оса. Смотрите. Вода проточила камень. Значит, и я смогу. Я, кажется, поняла вашу муку. Вода была упорной. И уж если она пробила камень, то и вы научитесь читать. Да это же ради Акиба. Да. Акиба научился читать в сорок лет. И стал любим ради. Возлюби ближнего, как самого себя, это великое правило Торы. Много лет назад вспыхнула эпидемия, которое унесло жизни тысяч учеников в ради Акибы. По наказанию за то, что они недостаточно уважали друг друга. В Лаг Баомер их смерть прекратилась. И этот день стал праздником любви и уважения к ближнему. Мы отмечаем Лаг Баомер между праздниками Песа и Шавуа. В этот день принято веселиться, разжигать костры и проводить детские парады в честь любви к ближнему и еврейскому. Ура! Мы снова быстрее! А чей сейчас ход? Вот, Бедина. И это наша игра, в которой мы помогаем друг другу. Ура! А вот и финиш! Ура! 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 Я тут подумала, можешь порисовать на моей игре? На нашей игре! Ну да! На сердечки на ремке. Можно? Давай! Сердечки это про любовь. А какой же лаг Баомер, Физер? Ура! 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 Так, вот мы повторили, да, лакбаумер, и можем уже перейти к шавуот, к теме шавуота. Дарина, если что-то говоришь мне, я не слышу, потому что выключил микрофон, да? Нет, нет. Нет, ничего, это не мне, хорошо, да? То есть, если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, я тут сказала, но надо включить микрофон. Что включайте, выключайте микрофон вы, да? Я ничего не делаю. Так, хорошо, переходим тогда к теме шавуота. А тут у меня очень много интересных историй припасено. И празднуем мы его шестой день месяца Сиван, да? И это, по сути дела, день рождения еврейского народа, да? Потому что еврейский народ родился именно в этот день, когда на горе Синай, где гора Синай находится, может, на училии, да? Где настоящая гора Синай. Это до этого момента, это было просто такое большое-большое собрание родственников, потомков, да, Якова и Траиля. А после получения Тары, это все стали одним народом. И рассказывает притчу про верного слугу, которому царь пообещал дать дорогое награду через 50 дней. Каждый день слуга перед сном отмечал, сколько дней из обещанного царем срока уже прошло. И с каждым днем нетерпения его было все сильнее и сильнее. Он чистил свою одежду, в которой собирался одеться в день получения царского подарка. Придумывал, какими словами поблагодарить царя. И гадал, что же за подарок может дать ему царь. Когда пришел долгожданный день, слуга оделся в самую лучшую одежду, причесался, почистил зубы и до блеска начистил башмаки. Каково же было его счастье, когда он получил от царя самый дорогой подарок – дочь царя в жены. Так и мы готовимся к празднику Тары. Мы считаем дни от Песаха до Шавуота с нетерпением, ожидая величайшего дара царя-царей. И те, кто подготовил себя к этому замечательному дню, по праву получат тару, как невесту и дочь царя. Мы не можем жить без тары ни одного дня, как рыба не может жить без воды. Давным-давно, когда на земле Израиля хозяйничали злодеи римляне, обижая и потесняя наших праотцов, жил в городе Бнебарах великий мудрец Раби Акива, который мы смотрели в мультике, да, и который выучился читать, уже будучи взрослым. Но, тем не менее, стал велителем учителя. Когда римский царь издал указ, которым запретил под страхом смерти обучать таре, Раби Акива не послушался этого указа и продолжал обучать своих многочисленных учеников совершенно открыто. «Как ты можешь нарушать приказ кесаря?» – испуганно спросил его сосед по имени Попух. «Неужели ты не боишься, что римляне убьют тебя за это?» «Я расскажу тебе притчу», – сказал Раби Акива. Шел хитрый лис по берегу реки и увидел, как в реке мечутся из стороны в сторону испуганные рыбы. «Чего вы боитесь?» – спросил лис. «Мы спасаемся от рыбаков с сетями и удочками», – отвечали рыбы. «Я помогу вам», – сказала лис. «Вылезайте на берег, и я спрячу вас в надежном месте. Мы с вами станем жить дружно и вместе, как мои деды, с вашими дедами». Хитрющий лис облевнулся. «И это про тебя говорят, будто ты умнейший зверей», – удивились рыбы. «Слова твои показывают, что ты глуп, если даже в воде, где только и могут жить рыбы. Мы должны спасаться от людей с сетями и удочками. То что нас ждет на берегу, где мы умираем без воды? И где ты видел, чтобы рыбы жили вместе с лисами?» «Так и евреи», – сказал Раби Акива Хакусу, – «если даже учат Тору, мы должны опасаться злодеев, потомка Хасава. То если мы оставим Тору, мы тем более потеряем всякую защиту от врагов. Как рыбу без воды, евреи не могут выжить без Тора». Прошли дни, Кесарь узнал о том, что Раби Акива продолжает учить Тору со своими очинками. Прошли дни, Кесарь узнал о том, что шум пройдет. Сейчас они отзвонят. Это мешает очень сильно. И Раби Акива продолжал учить, совершенно открыто. И его, наконец-то, схватили и посадили в тюрьму римляне, естественно. Ну и кого же он встретил там, в тюрьме? Да, он встретил из этого Папуса. «Что ты здесь делаешь?» – удивился Раби Акива. «Меня схватили и посадили в тюрьму римляне, чтобы забрать себе мой красивый большой дом и все мои деньги», – заплакал Папус. «Счастлив ты, Раби Акива, что тебя бросили в тюрьму за исполнение Великой Запады, и горе мне, что я попал в битву из-за таких пустых вещей». И нет ничего слаще, чем изучать Тору. Поэтому на праздник Шагу вот есть такая обыча вам сладости. Родители дают, да, скипал обычаю, чтобы понять, что Тора она сладкая. Она сладкая, как мед и как молоко и мед. Поэтому мы тоже едим молочные продукты, ну, кто может, да. Но дороже всего для Ашима слова Торы, которые произнесут именно дети. Ведь взрослые уже успели совершить в жизни хотя бы один грех, да, а дети вообще не успели, да, и лучше, как сказать, не совершать, да. Вот. И это самая большая благодарность для Ашима. И молитва и Тора, изучение Торы могут делать настоящие чудеса. Об этом, это действительно так и есть, и в этом нельзя сомневаться, да. Вот. И помните, как тоже мы когда-то, когда изучали 10 декорей, было, вспомнили притчу, да. Когда Ашим спросил у каждого из народов, хотят ли они получить, да, Тору. И все народы, жившие до Абрама, поклонялись Сибулам и не хотели Торы. К потомкам врал моего родича и ученика Лота и обратился Ашим. Хотите ли вы получить Тору, спросил Ашим у потомков Исава. Что в ней написано, поинтересовались и домейцы. В ней написано, что нельзя успехать, ответила Ашим. Наш прародитель Исав получил благословение мечом, что не будешь жить, ответили Ашиму и домейцы. Мы хотим убивать и грабить, мы не хотим принимать Тору. И вы хотите, а вы хотите получить Тору, спросил Ашим у арабов. А что в ней сказано, забеспокоились Исмаэлиты, на арабах. В ней сказано, что нельзя воровать, ответила Ашим. Наш прародитель Исшмаэль получил благословение его рука на всем, сказали Ашиму и домейцы. Мы не можем жить без воровства, не надо нам Тору. Может быть вы хотите получить Тору, спросил Ашим у потомков Лота. А о чем там говорится, делились Моавиты и Аммонитяне. Тора запрещает жениться на близких родичах, ответил Ашим. Наш прадедушка Лот женился на двух своих дочерях, не смеялись Моавиты и Аммонитяне. И мы тоже не хотим соблюдать законы Коры. Тогда Ашим спросил у евреев, хотите ли вы принять Тору? И евреи ответили, исполним и будем изучать все, что Тора поделевает нам. И обрадовались евреи. Приняли без предпословно, без сомнений и без рассуждений. И в тот же час спустили с неба ангелы и дали каждому еврею, каждому, кто стоял у горы Синаи, там не только были евреи, но и не евреи. С тех пор стали одним народом по две драгоценные короны. Одна корона у нас за обещание исполнять законы Торы, а другая за обещание изучать заповеди. Потому что без изучения заповедей невозможно ничего исполнять. Поэтому учеба это очень важно. Перед шавуотом есть обязанность, что мужчина целую ночь изучает Тору. Где же я дам евреян Тору, подумал Ашем. И тотчас же заволновались все высокие горы. Я красивее всех, появила гора Краме. На мне Ашем даст Тору евреям. Не на тебе, а на мне возразила гора Фавор. Я и красивее, и удобнее. Вот еще возгородилась гора Башам. Нет красивее меня, и на мне Ашем даст Тору. И только гора Синай ничего не сказала. Скромно молчала она на своем месте. Ведь невысока она и некрасива. Как великие горы земли Израиля. Мультики мы видели. Она скромно себя вела. Чем вы гордитесь горы за знаки? Возгласил Ашем. Не на вас я дам Тору евреям, но на горе Синай за ее скромность. Лишь тот, кто скромен, заслуживает Торы. И Ашем украсил гору Синай прекрасными цветами, чтобы на ней открыто народу Израиля и даровать нам свою Тору. Семь недель от Песаха до Шавуота готовили себя евреи к получению Торы. Долгий путь прошли мы по пустыне от Египта до горы Синай. На каждой из остановок проверял нас Всевышний, готовы ли мы уже принять великитарный вес. На пути к горе Синай случались с нами разные испытания. Были среди них и ссоры, и споры, и победы, и неудачи. Но когда мы подошли к горе Синай, все мы оказались едины и готовы к принятию Торы. Весь народ, как один человек с единым сердцем. Поэтому до сих пор весь еврейский народ считается, как один человек с единым сердцем. Увидел Хашем, какой мир, дружба и единство стали среди народа Израиля, сказал он Маше. «Иди и объяви евреям, что пришло время получить самый дорогой подарок, святую дару. Вы, евреи, будете мне народом священным, святым народом, испранным для служения Творцу», сказал Ашем. И однажды сидел великий еврейский мудрец по имени Равана Камни и пытался понять глубину слов Торы. Так он напрягся в своих мыслях, что не заметил, как наступил башмаками на свои руки. Да так сильно наступил, что из пальцев рук пошла кровь. Но и тут Раван не почувствовал воли и не заметил ничего. Так увлечен он был словами Торы и глубиной их мысли. Пробегал мимо чужак по своим делам. Увидел Раву, остановился и сказал. «Что за торопливый народ вы евреи? Куда вы спешили, когда сказали исполнить, прежде чем выучить? Прежде надо было разузнать, не слишком ли тяжелатора, чтобы понять ее, сможете ли вы ее исполнить? А уже потом решать, стоит ли ее принимать или нет. А моего платика тоже на ножке болит пальчик. Биг, биг и упал. Ой, ну ничего, все перестанет болеть, да, это бывает, да. Ну, как говорится, самое главное, чтобы у нас внутри, да, все было в порядке, а тело можно потом вылечить, да. Вот так вот. Ну, а тут он так вот задумался, да, что там все наступили. Ну, и бывает, мы тоже сами иногда где-то что-то наступим, да, и потом у нас болит. Ответил ему Рава, мы не хитримся Шема, мы любим ему, мы любим его и верим ему, что не даст он нам такого подарка, который мы не смогли бы удержать. Про нас сказано в книге Мишлей, чистота прямодушных ведет их верным путем. Вы же, коварные хитрецы, думающие про Шема, будто он, благословенно имя его, хочет сделать вам зло. Про вас сказано там же, злодейство коварных погубит их сами. Нас ждет великая награда в предыдущем мире, а вы, другие народы, да, которые не подчиняли власти Шема, исчезнете из этого мира и не получите ничего, никакой награды. Все, что Шема повелевает нам сделать, мы готовы немедленно исполнить. И мы стараемся понять, как можно лучше смысл каждой исполняемой заповеди. Для этого нужна учеба, для того, чтобы понять, а, так вот, надо мне, не надо, и как бы полегче, да, и как бы, а именно понять, как мы должны исполнять наилучшее. Понятно, что не всегда получается, да, все идеально, но надо стремиться, да, и поэтому необходимо учиться, чтобы понимать, как стремиться к этому, да. И последние три дня перед дарованием тары стали большим праздником этих евреев. Вот, их называют дьемей а-акбала, дни ограждения, да, потому что то, что свято, не может быть дано каждому, особенно тем, кто не понимает этой святости. Поэтому необходимо все это оградить, необходимо ограждение тары. Поэтому, как бы, не все могут, да, праздновать, воспринимать это все. И поэтому, как бы, те, просто гради интереса нельзя приглашать никого на наши праздники, да, на наши молитвы. Только тем люди, которые готовы и подготовлены. Вот, и вот Ашем повелел Маше оградить гору Синаю, чтобы никто по ошибке не наступил бы на святое место, в котором откроется Всевышний во всем своем величии. Ну, и не получил бы наказание за свернение этой огромной святости. Ну, через неделю мы себя готовим, произойдет огромное, событие огромной святости, да. Праздник Шавуот переводится как неделя, да. Шавуот, хорошая неделя. И мы снова вспоминаем, как еврейский народ, который стоит около горы Синаи, да, получает великолепный дар, подарок на дару. Так, я думаю, все понятно, да. Сейчас я вам дам тоже коротенький мультик, коротенький мультик, да, на тему закона Шавуота. Вот, и мы на этом закончим, да. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. У нас еще немножко времени осталось. Мультик будет на пару минут. Так, давайте. Шавуот – это праздник, связанный с великим событием в еврейской истории – хорованием Торы на горе Синаи. Само название Шавуот означает «неделя». Весь народ, около трех миллионов мужчин, женщин и детей, испытали величайшее божественное откровение. «И говорил Господь вам из среды огня, глаз речей вы слышали, но образа не видели, лишь голос, и огласил он вам свой совет, который повелел он вам исполнять». В этот праздник синагогу обычно украшают бедями и цветами, ведь в день дарования Торы гора Синаи распустила цветы. Шавуот – это полноценный йом-то и несет такие же ограничения, как и шаббат. Из исключений можно назвать только приготовление пищи. Шавуот длится всего один день, но за пределами Израиля его отмечают в Альфе. И как же празднуют Шавуот? Самые распространенные обычаи – всю ночь изучать Тору, не замкнув глаз. Ночное изучение Тора в Шавуот называют «самосовершенствование в ночь Шавуот». В синагоге на утро в Шавуот мы читаем свиток Ру. Ее любовь к Богу и Торе обратила ее в иудаизм. Она стала предком царя Давида, который родился в Шавуот и умер тоже в Шавуот. Тора связывает Шавуот с урожаем пшеницы и различных плодов. В Шавуот особо отмечается ибийская традиция употреблять молочные продукты. И на это есть много причин. Первое. Книга Шира Ширима соотносит ценные истории с молоком и медом. «Мед и молоко под языком твоим». Второе. Тексты из шмот сопоставляют праздник Шавуот с опретом на смешивание молока и мяса. Третье. Получив Тору на горе Синайф, евреи тотчас же стали подчиняться законам Шкипир – кашерному забою животных. Поскольку времени на приготовление кашерного мяса не оставалось, вместо этого они ели молочные продукты. Четвертое. Числовое значение. Химаатрия. Слово «молоко» – халапа – равна 40. Это намекает на 40 дней, проведенные машины горе Синайф и 40 лет скидания евреев по пустыне. В 1967 году шестидневная война закончилась незадолго до Шавуот. Израиль вернул себе западную стену, и евреи впервые за 19 лет получили доступ в район Храмовой горы. Именно в сам праздник Шавуот западная стена впервые стала доступна для посетителей, и более 200 тысяч евреев пешком отправились к ней. В последующие годы пешее паломничество стало традицией, повторяющейся из года в год. Ранним утром в Шавуот после ночного исключения торы улицы Иерусалима заполняются десятками тысяч евреев, которые пешком идут к западной стене. Эта традиция имеет особое духовное значение. Шавуот – один из трех главных праздников, где весь народ собирается в Иерусалиме исключать тору и отмечать этот незабываемый день. Так, ну вот, мы сегодня хорошо поработали, разобрали, может быть, не так подробно, но разобрали именно недельную главу, поговорили о Иерусалиме, Иерусалиме, и поговорили о нас. А какое будет домашнее задание? Так, домашнее задание. У нас просто много-много материала есть. Давайте в праздник Шавуот было дарование торы. Так как вы уже выучили, там большинство из вас выучили алфавит, нарисуйте гору Синаль и те буквы еврейского алфавита, которые вам понравились. Вот, ну не обязательно какое-то слово, да, составлять. Надо написать такие буквы, какие нравятся. Да, которые нравятся. И можно нарисовать цветы, гору Синаль в цветах. Да, так вот. Вот, я думаю, это будет красиво, интересно. Вспомним о значении праздника Шавуот. Ну, или через неделю занятия не будет, потому что будет Шавуот. Да, встретимся уже через две недели, да. Такие небольшие вам каникулы наши. Вот, да, чтоб запомнилась. Потому что потом это, по сути дела, уже до рост Хашана, до осени не будет никаких больших праздников, да, в нашей традиции. Но это не говорит о том, что тору не надо учить, да. Тору мы учимся всегда, даже летом, когда каникулы. Все, сейчас я прерываюсь, да, выхожу. В 11.15, через 15 минут мы на эту же ссылку заходим на урок иврита, да. Вот, но прерваться надо, потому что, чтобы потом можно было сделать запись урока, да. А иврит у нас будет отдельная запись, да. И поэтому мне сейчас необходимо разъединиться с вами. Все. Поэтому хорошего вам шаблота, хабжа, 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 хабжа и до свидания. Спасибо вам за этот чудесный урок. Вам тоже спасибо. Спасибо за урок. Спасибо вам тоже, что вы пришли, да, приходите всегда, да. Рада вас видеть. И вы большие молодцы. Мы еще встретимся через 15 минут, в большинстве нас почти со всеми, кто сегодня был. Спасибо.